Добрый вечер, уважаемые слушатели! Добрый вечер! В эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, замечательный сегодня день. 52 февраля по какому-то календарю я посмотрел. Замечательный зимний день, морозный, снежный. Хочется жить в такую погоду, я вам хочу сказать, если не вспоминать, что на улице это весна на самом деле. Ладно, ничего страшного. Где-то я сегодня прочел, что оказывается вот такая вот катавасия с погодой создает нам, как россиянам, некое статистическое преимущество перед всем остальными. Ну представь какого-нибудь теплолюбивого, я не знаю, там, итальянца, да, на нашем месте. Он уж, наверное, бедолага совсем сейчас закис. А мы-то вон какие, мы-то полны оптимизма, несмотря на все остальное в том числе. Итак, друзья мои, как всегда в это время сухой остаток. Мы говорим о ситуации, о текущей ситуации на финансовых площадках. Тема сегодняшняя, ну и не нова наверняка, и, я думаю, вполне логична. Мы будем обсуждать, в частности, события на российском рынке акций, потому что все-таки, если сравнивать его поведение с другими финансовыми площадками, стоит, наверное, какие-то выделить особенности. Он по-особенному как-то ведет последнее некоторое время себя. Значит, я прежде всего представляю гостей. Сегодня в студии Михаил Молодов, директор департамента торговых операций и инвестиционной компании «Максвелл Капитал». Добрый вечер, Миша. Добрый вечер. Наш второй гость пока в пути. Ну, соответственно, как только он доберется до студии, я его с удовольствием представлю тоже. Уважаемые слушатели, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495. Звоните, задавайте свои вопросы или пишите на сайте финам.фм. Также это вам доступно. Ну и 18.05 в Москве. Давайте традиционно. Картина маслом. Что происходит сейчас на финансовых рынках на этот момент? Так, ну что, давай начнем с наших. К сожалению, наверное, к сожалению, динамика отрицательная. Последние несколько часов, видимо, закрытие будет в отрицательной территории, пока РТС удерживает все-таки некий положительный результат. И прибавляет, по сравнению с ценой вчерашнего закрытия, 5-часового закрытия, всего лишь одну десятую процента. А ММВБ уже ушел ниже Ватерлинии и сейчас в отрицательной территории на 0,08% 1440 его текущая котировка. Американцы открылись, кстати, позитивненько. Молодцы. Они на хаях встали и растут по 0,3%. Ничего им вообще, вот я так понимаю, ничего им. Ни Европа, ни зима в Москве. Ничего на них не действует. Растут и растут. Вот что ты с ними поделаешь. Кстати, достаточно позитивно сегодня выглядит и Азия. По крайней мере, Япония. Никей сегодня закрывался выше нулевой отметки на 1,5%. Футси 100 прибавляет 0,6%. Нефть растет в цене. Бренд сейчас стоит 108 долларов 80 центов, что практически на процент выше цены предыдущего закрытия. Далее можно посмотреть на золото, которое опять достаточно волатильно себя ведет. В моменте 1595 долларов за унцию и евро-доллар. После отскока утреннего опять снижается к 29 фигуре. 1,2934. Сейчас уже теряет 0,5%. Основной набор голубых фишек отечественного рынка сегодня в отрицательной территории. Но лучший рынок 2,5% прибавляет Роснефть, 1,5% прибавляет МТС и 1,2% прибавляет акции Ростелекома. Остальные все в отрицательной территории, включая банки, включая нефтянку. Вот такова картина маслом, собственно. Итак, давайте начнем разговор. Миш, у меня традиционный вопрос. Что сейчас в основном влияет на движение на финансовых площадках? Какие события? Да, прежде всего влияет, естественно, это Кипр. Потом, я бы сказал, в целом инвестиционный фонд на Россию, он сильно отрицательный. И закрывают те фонды, которые западно еще не закрылись, они закрываются. Вот недавно мы слышали про отток, по-моему, за ту неделю 170 миллионов долларов. И один из крупнейших фондов, вот именно в основном этот отток, произведен был из одного фонда. То есть мы видим, что даже при текущих ценах, а если смотреть текущее фундаментальное состояние большинства акций, они действительно очень сильно дешевые. Ну, несмотря на это, как говорится, Russia Sell-Off объявили нерезиденты. Ну и, собственно говоря, какого-то позитивного фонда, именно связанного с Россией, он просто отсутствует. Если брать какие-то показатели, которые влияют, наверное, на движение фондового рынка, ну, это прежде всего экономические показатели. Возьмем Россию. То, что мы видим? Мы видим, что у нас растет дефицит бюджета. Да, если брать первые два месяца, по официальным данным, он что-то около 260 миллиардов рублей. Также мы видим данные, которые уходят в целом по экономике. Они, к сожалению, не самые лучшие. Если брать отток с фондов ЭПФР, да, на российские акции, то мы видим, что, кстати говоря, впервые, по-моему, вот с месяца январь по месяц март, мы видим отток почти полмиллиарда долларов. То есть, на самом деле, такое было только в 2009 году, именно в этот период. После кризисной, да? Да, именно в этот период я обращу внимание. Поэтому, в целом, какого-то позитива. Вот Кипр добавился, да, где непонятно, кто и насколько там пострадает. Как сказал в недавнем интервью господин Кудрин, да, что, в принципе, в самом понимании Кипра нет ничего плохого. Наверное, плохо то, что некоторые из госкомпаний, они также сотрудничают с тем же самым Кипром. И это уже плохо. Я с ним совершенно согласен. Поэтому там тоже непонятно, что и сколько денег подвисло у российских, назовем их, инвесторов. Поэтому фонд, в целом, он какой-то негативный, да. И вот сегодня слухи какие-то выходили по поводу некоторых из наших олигархов. Тоже не самый благоприятный на фоне чего мы видим. Лидерами снижения являются Евраз, Распадская, ГМК Норильский Никель. Поэтому видим, что фонд совершенно какой-то отрицательный. И даже несмотря на рост американских площадок, мы видим, что это никак не помогает российскому индексу. И, кстати говоря, очень многие инвесторы сейчас торгуют так. Они пытаются бидовать Россию, шортить, точнее, они шортят SP, да, и пытаются кто-то здесь собирать российские акции, да. Пытаясь на этом фоне как-то попытаться заработать. Ну и получается, что они проигрывают и там, и там, да. Вот такая вот двоякая ситуация. Поэтому все пока сильно негативно. И я не знаю, что должно произойти. Наверное, всплеск может произойти только за счет каких-то действий, прежде всего, экономических властей, да. Но на мой взгляд такой шаг это может быть снижение ставки ЦБ. Ну вот это пока единственное, что я вижу, что может произойти позитивно для нашего фондового рынка. А снижение ставки ЦБ, естественно, это связано с новым, да, главой Центрального банка или новой главой Центрального банка, который может произойти там ближе к лету уже, наверное. Да, я думаю, что, учитывая, я общаюсь с некоторыми предпринимателями, и они говорят, мелкий, средний бизнес, он действительно просто находится, ну, в критическом ситуации, да, в отсутствии ликвидности. И поэтому вот эта борьба с инфляцией, это просто, вот эта глупая, я бы назвал, борьба с инфляцией, да, она привела лишь к тому, что за счет вот этих действий наша экономика сейчас находится вот на таких, с такими не самыми лучшими показателями. Поэтому один из драйверов, который я вижу пока, возможно, это снижение ставки ЦБ. Каких-то еще драйверов, ну, мне пока сложно сказать по текущим именно каким-то реалиям. Я понял. Хорошо, о драйверах мы еще поговорим, и еще один вопрос тебе, вот то, что американцы практически не реагируют на внешний фонд, что называется, да. Ну, ведь проблема Кипра в конечном итоге, это и проблема Евросоюза, а проблема Евросоюза, это мировая финансовая проблема, и тем не менее, американцы вот чуть-чуть расстроились, да, когда на прошлой неделе мы начали обсуждать эту тему. А сегодня вообще они даже не смотрят на это дело, растут себе и растут. С чем это связано? Почему так? Отдельная планета там уже? Знаете, что касается Кипра, на самом деле здесь двоякая ситуация. Что касается Кипра, Евросоюз, ну, да, Евросоюз, именно Кипр для Евросоюза может стать своеобразным Лиман Бразерс, да, который у нас был в 2008 году. Ну, поэтому, скорее всего, естественно, с Кипром ничего не произойдет. Почему Европа, ну, почти не реагирует на это? Так потому что вложений со стороны Европы там фактически нет. Мы понимаем, чьи в основном там деньги, да, там есть какие-то британские деньги. Вот. Ну, в основном мы понимаем, чьи там деньги лежат. Поэтому для Европы там уже Кипр дать 10 миллиардов по сравнению с той же самой Грецией, это просто копейки, это ничто. И понятно, что Европа не реагирует. Ну, а для Америки, ну, для Америки, они, наверное, большинство американцев даже такую страну, извиняюсь за выражение, не слышали, да. Да, поэтому никто ни на что не реагирует, кроме, естественно, это России, ну, а в целом американские рынки, они растут, это еще такой у нас индикатор ухода от рисков сейчас, да. То есть если растут американские акции, это говорит о том, что инвесторы по любым ценам их будут покупать. То есть главное не покупать там акции, которые могут, допустим, там в близлежащей перспективе показать какой-то убыток. Поэтому берут просто свое, да, берут, просто уходят от риски, берут доллар в акции. В данном случае, да, вот получилось, что с одной стороны фондовый рынок это все-таки рисковый инструмент, а с другой стороны в нынешних реалиях, да, американский фондовый рынок это такой альтернатива облигационному, что ли, да, какому-то рынку. Да, притом не забывайте, да, не забывайте, что именно рост развивающихся рынков, да, он происходит на фоне фактически небольшого роста американского рынка. Не бывает, что растет сильно американский рынок и за счет этого растет сильно развивающийся рынок. Такого никогда не было и, допустим, до 2008 года всегда американский рынок рост 6-7%, это считалось чуть ли не ралли, а наш рынок рост при этом 30-40-50%. Спасибо огромное, сейчас мы послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим разговор. Итак, друзья, продолжим наш эфир «Сухой остаток» на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, сегодня мы обсуждаем тему российского, в частности, рынка акций, и в гостях у меня Михаил Молодов, директор департамента торговых операций инвестиционной компании «Максвилл Капитал», и присоединился к нам наш второй гость Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований инвестиционной группы «Универ Капитал». Добрый вечер, Дима. Добрый. Его не занесло, слава богу, мы очень этому обстоятельству рады. Уважаемые слушатели, я напомню, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании, простите, финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте вопросы, мы продолжим наш разговор, и вопрос у меня к Дмитрию, да, сколько он не успел отметиться еще. Очень интересно мне твое мнение, твоя точка зрения по поводу того, что же все же произошло. Ну, давай так, неправильно, некорректно сформулировал вопрос, не что произошло на Кипре, да, а вот это решение, которое вдруг неожиданно откуда-то, да, из-за угла вдруг. Причем забавно, я читал, как это все дело происходило, там, в средствах массы информации, всю ночь они там заседали, заседали, заседали. Премьер-министр Кипра шантажировал практически, да, власти Евросоюза, сказал, что мы сейчас уйдем, и все, и говорят, не надо, не надо, не надо. Но он решил отыграться. Да, 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 в какой-то степени. То есть все-таки это важно для Евросоюза, хотя они говорили, где-то я читал, что будет Кипр в Евросоюзе, не будет, ничего это не решено. Вот это, наверное, не совсем так все же. Так что же, какое решение-то нашлось? Конечно, не так, потому что это прецедент. Все, что происходит с Кипром, это опасность прецедента. Вот поэтому и искали решение. Что касается самого решения и анализа, мне, честно говоря, довольно сложно дать, потому что когда сначала в таком режиме наот, может, предлагается со всех депозитов во всех банках, при том, что там не очень понятно, есть ли реальная разница в их интерпретации между расчетным счетом и депозитом, да, просто списать равные суммы со всех, вне зависимости, да, потом говорят, нет, извините, да, действительно, мы ошиблись, через неделю после этого, да, и принимается решение ограничиться одним банком, который сделать... Плохим, да, условно, плохим, да, выделить из него хорошие активы, передать в другой банк, в котором раньше также планировали списать, там, часть его пассивов, да, в виде депозитов. Вот все это, на самом деле, довольно-таки характеризует ситуацию, потому что, с одной стороны, сначала назначались виновными вкладчики всех банков, да, потом назначаются виновными вкладчиками одного банка, какие-то конкретные процедуры, по которым определялись худшие банки, не называются, и возникает ощущение, что либо там просто что-то происходило, какие-то движения по счетам за все это время. Ну, а что, неделю целое было? Я надеюсь, что нет, хотя исключать, естественно, я не исключаю, что мы через какое-то время услышим о больших скандалах. Извини, пожалуйста, там ключевой момент какой, что, значит, 100 тысяч евро, да, не больше 100 тысяч евро, 100 тысяч евро защищены европейским законодательством, вроде на них нельзя посягнуть, да, это было бы нечестно, нам против, да, сами себе парадокс создаем, а вот выше 100 тысяч, там уже все. Да, до 40 процентов может быть утрачено, ну, что значит и будет утрачено, естественно, да. На самом деле, характерны несколько позиций, да, потому что сначала государства вмешивались в гражданско-правовые отношения двух субъектов, когда предлагали просто ввести какой-то налог с задним числом, регресс, да. Естественно, что так это не делается. Вот это первый прецедент, да, вот это первый прецедент, что так не делается. Да, так не делается, а если так они, как бы, планировали сделать, значит, рано или поздно они могут это сделать. Да, причем, в принципе, поскольку все имеют равные права, страны-члены, да, то то же самое можно сделать с немецкими банками, если захотеть, да. Сейчас хотя бы еще одну исправили ошибку, это то, что есть минимальная сумма, которая гарантирована, застрахована, да, и она должна быть выплачена всегда, при любых обстоятельствах. Поэтому, ну, хотя бы здесь важно то, что защищены, скажем так, низшие слои населения. Не хочется говорить слово низшие, да, но так... Ну, низшие по уровню депозитов, да. Да, по уровню депозитов хотя бы, по объему депозитов. То есть хотя бы вот массового всплеска социального протеста, наверное, в любом случае удастся избежать. И это основное, чтобы просто не пиарилась вот эта негативная история Кипра дальше. Для рынков это все-таки важно. Поэтому вот, а просто как ремарка, на мой взгляд, почему Америка не реагирует? Да потому что все деньги американские, они очень долго, в течение нескольких лет, шумами в Европе собирали все американские деньги к себе обратно. Вот они фактически это собрали. Сейчас они довольно спокойно себя могут чувствовать. Плюс, ведь одобрен Конгрессом закон о том, что для финансирования текущих расходов будет выделено чуть менее 1 трлн долларов на этот год, да. То есть фактически для Соединенных Штатов снимается проблема исполнения бюджета на этот год. Вот эта новость только что. Сутки, как она известна, биржевые сутки. Поэтому, собственно, им и падать-то нечего. Естественно, когда речь идет здесь о трлн долларов, а здесь об ограниченных десятках миллиардов, которые никак не затрагивают фактически уже активы или пассивы основных американских игроков на финансовом рынке. И вряд ли затрагивают сильно пассивы или активы крупных европейских игроков, то, собственно говоря, падать не на чем. Я понял, я понял. Я, извини, дадим, немножко отвлекусь. Во-первых, у нас есть звонок, сейчас мы его послушаем. Во-вторых, усилилось падение последние несколько минут. Ну, во-первых, евро-доллар еще более... Очень хорошо с моей фразой о том, что падать особо не на чем. Хорошо, что ты сказал, падать особо некуда. Некуда, ну что... Да, куда падать-то мы всегда найдем. Итак, внимание, давайте послушаем. Константин у нас на связи. Константин, добрый вечер. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Я хотел узнать, вот... Что вы мне скажете по акциям Холмска МРСК? Стоит ли оставаться в лонге или выйти вообще сейчас пока? Нестабильность определенная существует на рынке. Это очевидно, да. Спасибо, Константин. Ну, смотрите, я предположу, что мы можем не сказать конкретно об акциях МРСК или скажем, Миш? Да, можно сказать. Можно и сказать, да. Нет, ну что касается МРСК, история одна. ФСК МРСК, сети, объединения в российские сети, компании. Что касается в целом фона, ну фон, по-моему, как был, не хочется ругаться, плохим, да, так плохим он и остался. Каких-то продвижений в лучшую сторону нету. Российское правительство, по-моему, даже не знает, что им делать, собственно говоря, для того, чтобы поддержать как-то российскую энергетику. Потому что, ну, не забывайте, что капитализация акций, она все-таки это лицо компании, да. Да, сколько стоит компания, так она, собственно говоря, и оценивается инвесторами в будущем. Ну, мы видим, что инвесторами в будущем она оценивается как сильно негативно. И все доп. эмиссии, которые были в пользу государства по всем вот этим энергетическим акциям, она была по цене там какие-то на 30% выше, какие-то там просто в разы выше. Ну, и, собственно, я не знаю, какая-то должна быть, наверное, сила воли, чтобы начать реформу. Ну, просто я уже не понимаю, реформа уже вроде как была, она заканчивалась. Реформа чего теперь? Потом все остановили, да, и поэтому все может повториться по тому же самому кругу. Поэтому, наверное, пока не будут какие-то четкие правила в секторе электроэнергетики, ничего. И, собственно, положительного там ждать не стоит. Вполне возможно, будут отскоки. Может быть, сильно от текущих уровней падать не будут. Ну, какие-то драйверы, не знаю. Наверное, все зависит в очередной раз от нашего правительства. А вот как мы видим, что какого-то воли к чему-то там пока мы не видим. Ну, кстати, что называется в моменте вот лента новостей, я читаю комментарии Дмитрия Медведева о том, что стратегия развития электросетей приведет к замедлению роста тарифа, была негативно воспринята инвесторами, поскольку любое заявление государства, инвесторы часто понимают как сигнал к возвращению государственной регулированной ордии. На этом фоне акции холдинга МРСК опустились на 0,3%. Ну, и, видимо, динамика эту может сохранить. Вот тоже очень характерный пример, когда заявления или цели социально-политические входят в явные противоречия с интересами игроков на фондовом рынке. Это касается таргетирования инфляции, да, потому что совершенно понятно, что перед новыми выборами, особенно на более длительное время, да, президентскими, думскими, конечно, нужно было таргетировать инфляцию, если говорить о том, что надо переизбраться. Да. Сейчас можно заниматься уже целями развития экономики. То же самое здесь. Когда на фоне кратного роста тарифов по некоторым регионам происходит чуть ли не массовое волнение в отдельно взятых населенных пунктах, то, естественно, со стороны премьера, особенно без случаев, что до этого президент совершенно четко выразился по этому вопросу, конечно, естественно, премьер тоже должен сказать, да, и в этом же русле выразиться относительно, скажем, регулирования тарифов. Естественно, что когда рынок, мягко говоря, уже устал ждать всеобщего перехода на РАП, я уже не говорю про генерацию хотя бы в сетях, то, собственно говоря, это просто воспринято как очередной повод для того, чтобы продать, да. Да, был небольшой, сколько там, они открылись, плюс 2%, да, относительно пятничных уровней. В принципе, по холдингу, по ФСК пробиты, по-моему, очень долгосрочные поддержки. По интерау она очень близка. Собственно, снижаться, куда снижаться, мы можем видеть на примере металлургии, да. То есть есть куда снижаться. Снижаться можно очень долго и очень глубоко. В принципе, исторические низы там 2009 года по всем этим бумагам еще далеко в глубине. Поэтому я считаю, я верю, что точка невозврата, когда все игроки уже окончательно утрачивают интерес к компаниям, да, и никогда не будут возвращаться, она не пройдена. И просто в силу того, что слишком уж крупный сектор, слишком очевидны преимущества этой инфраструктуры, туда инвесторы вернутся. Но, естественно, не на таком рынке, не в марте, когда, или в начале апреля, когда у нас уже исторически происходит снижение. Может быть, если будут огрошенные какие-то совершенно четко понятные перспективы, то осенью можно и ожидать на общем подъеме рынка, опережающего роста, скажем, в энергетике. Она показывала, что она это может. Для этого нужны основания. Но для этого нужны основания для устойчивого роста, конечно. Не, так сказать, макроэкономических, неформальных. Собственно, давайте вспомним, как тот же холдинг или ФСК вели себя в июле прошлого года, или конец июня. Активный рост с опережением рынка плюс 20% от низшей точки. А дальше все встали. То есть Константину-то все-таки мы что посоветуем в данной ситуации? Избавляться от них, да, пока? Нет оснований держать. Хочет, в принципе, у меня там еще месяц где-то назад было сказано, что лучше продавать все и где-то в июне можно возвращаться в рынок. Спасибо, Дима. Сейчас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем, продолжаем. Чем дальше в лес, тем больше дров. Извините, уж такую банальную шутку я сейчас вспомнил. Дров действительно предостаточно. Давайте к ним сейчас мы вернемся. Прежде всего я напомню, в эфире Финам.ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Михаил Молодов, директор Департамента торговых операций институционной компании «Максвелл Капитал» и Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований институционной группы «Универ Капитал». Мы обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках. Собственно, российский рынок акций тоже, естественно, в спектре нашего внимания. И события последних нескольких минут. Российский рынок получил... Читаю ленту новостей. Российский рынок получил дополнительную неприятность в виде слуха о задержании в США Романа Абрамовича агентами ФБР. В числе причин может быть недавняя смерть Бориса Березовского, с которым Абрамович судился в Лондоне, разглашая на весь мир обыкновение российского бизнеса 90-х. Первой на этой новости пострадали акции Норникеля. Собственно, Миша пришел как раз с этой новостью. Ну, как минимум с новостью о том, что сливают Норникель. По какой причине? Вот вроде бы слухи о задержании господина Абрамовича. И вот они пока в средствах массовой информации подтверждаются. Так вот, значит, первая на этой новость пострадали акции Норникеля компании другого российского олигарха Потанина. Вокруг слуха по Абрамовичу индекс МВБ может опуститься сегодня-завтра, ну и так далее и тому подобное. Вот такая вот картина маслом. Дрофт действительно при огромное количество. Я так понимаю, что это еще не финал. Что по поводу Абрамовича, Миша? По поводу Абрамовича? Ну, просто возьмем весь фон, который сейчас происходит по поводу России. Как я вначале говорил, он действительно сильно негативный. И мы видим, что, по-моему, западные власти, они начинают делать то, что хотели делать российские власти. Да, это борьба вот с так называемыми офшорами. И другая борьба. Ну, мы видим, что идет именно какое-то давление, наверное, на Россию различными методами. Потому что, ну, я не верю, да, неспроста началось все с определенных списков. И теперь вот по накатанному все идет. Поэтому, что тут сказать? Здесь, наверное, должны быть какие-то взаимные сотрудничества, потепление в отношениях. Пока мы видим, что ничего такого и в помине нет. Принимаются различные законы, которые, ну, на мой взгляд, немножко... Ну, скажем так, не самых лучших редакций. Я не буду это называть другими словами пока. Ну, собственно говоря, все это все там видят и понимают. Ну, наверное, решили закручивать гайки. Что мы сейчас и видим. Идет закручивание гаек. Похоже на заговор, на всемирный заговор, Дима? Похоже, нет? Ну, не то, что заговор. Но, честно говоря, очень создается такое странное ощущение. Потому что настолько целевые распродажи рынка... Нашего именно. Нашего, да. Мне кажется, что на фоне очень активного роста других, да, собственно говоря, если там относительно СНП смотреть РТС, мы на совершенно минимальных значениях... Ну, ладно, даже если на СНП не смотреть. Европа-то на своих же негативных новостях растет. Почему мы-то падаем? У меня ощущение, что, честно говоря, даже я боюсь уже предполагать, потому что чисто вот финансами это объяснить никак нельзя. На самом деле финансовым инвесторам абсолютно чаще всего по барабану списки, не списки. Погласен, да. По которым все деньгам все равно. То есть ощущение, что кто-то знает о каких-то рисках, то есть как будто, ну, худше можно предполагать, понимаете? На самом деле странно. Дим, извини, пожалуйста, Миша, я прочту. Катерина пишет нам на сайт. Забавно, если позволите. И если можно, прокомментируйте. Значит, она пишет следующее. Как мы помним, Кипр ранее искал 6 миллиардов для Вани в экономику. Потом Роснефть решила купить ТНК-БП за 61 миллиард. Потом начались разговоры про кризис на Кипре и налог весь процент на вкладе свыше 10 тысяч евро. Потом Кипр начал шантажировать Россию. Потом налог ввели. А сейчас Россия согласилась на реструктуризацию долгов. Картина маслом. Спрашивает Екатерина. Но я не по всем пунктам согласен с ней. Но тем не менее, Миша, вот как это? Действительно, рисуется какая-то картина такой? Есть целая в этой цепи последовательности? Или Катерина все-таки немножко подтасовывает карты? Нет, карты не подтасовываются. Просто, наверное, есть какие-то закулисные, может быть, переговоры, где решаются определенные вопросы. Ну, 2,5 миллиарда долларов, которые мы одолжили Кипр, он нам их не вернет. Откуда он их, простите, возьмет? Нет, он их вернет, списав с наших же процентов, с тех же самых вкладов, да, и вернет их обратно. Ну, это как бы действительно просто будет смешно и издевательством. Поэтому, естественно, что с точки зрения логики, наверное, я думаю, что какие-то будут переговоры на различные темы. И, наверное, мы услышим, что именно российские власти будут идти на определенные уступки в определенных каких-то, может быть, вещах. И, может быть, на этом фоне как раз мы увидим именно оттепель, оттепель в целом между Россией и западных стран. Но пока то, что мы видим, к сожалению, действительно, вот этот фон, он негативный. Можно, конечно же, придумывать различные вещи, да, что, ну, это все ерунда, да не ерунда, это действительно так. Извини, пожалуйста, мы когда... Проблема Кипра, да, там, сколько-то, месяц назад, по-моему, да, вот, к такому-то числу Кипру надо найти денег, да, и как что... И я от наших же коллег с вами слышал неоднократно, что, ну, что там Кипр, боже мой, 0,2% ВВП, да и сумма-то небольшая, да все, это пройдет, и тут такая буча началась. Вот это нормально, вот это нормально. Ну, на самом деле, все это, еще раз повторю, довольно странно выглядит вот с политической, с макрополитической точки зрения. Что касается, вот, возврата, да, в принципе, если взять частные деньги и потом вернуть их государству, то это очень интересная схема перераспределения актива, да, то есть вроде бы кипрский офшор, там Россия не может достать деньги, да, оказывается, что может вот таким путем. Но если действительно такая будет схема реализована в итоге. В общем-то, за историю списания, сколько уж мы кому списывали долгов, это лучше даже не упоминать. Сколько можно там одну Африку хотя бы посмотреть, там на десятки миллиардов долларов. Поэтому, в общем, не само списание страшно. И здесь главное, что удалось избежать, вот создание негативных прецедентов, на мой взгляд, не будет никаких выходов из еврозоны, потому что, ну, можно выгнать Кипр из еврозоны, но так гораздо разумнее выгнать оттуда было бы еще много государств, да, которые там сотни миллиардов долларов получили. Ну, Греция сколько съела, да, и что толку? Они спасли банковский сектор Греции, да, реальная экономика на низах, и она продолжает снижаться. Туда вложено уже больше 200 миллиардов евро. Сколько будет вложено еще, непонятно. Эти деньги есть, опять-таки, да, ЕФСФ, ЕСМ обладают там, они могут спасти Италию даже. Конечно, программа-то работает. Да, но ради чего тогда все это? Потому что если можно спасать, а потом страна выходит, то непонятно, да, если в принципе можно исключить какую-то страну, то это, наверное, создание механизма не вполне в нужное время, да. Поэтому я думаю, что на сегодня, да, вот эта проблема кипрская все-таки, мне кажется, еще не до конца исчерпана. Я думаю, что за ближайшее время исчерпана она будет. И в принципе вот очевидных негативов нет, да. С другой стороны, на вот такой ситуации, как сейчас, нужно ожидать что-либо очень активного роста по Соединенным Штатам, да, и там уже должны выносить на совершенно новые уровни. Кто увлекается техническим анализом, видит, что там вложенная пятерка в пятой волне, да, то есть отсюда надо либо сильно вниз, либо очень сильно вверх, да. Я думаю, что с точки зрения макроэкономики это тоже обосновано, потому что уже накопилась какая-то определенная критическая денежная масса, которая может вынести рынки вверх. И в то же время уже накопилась определенная, может быть, такая сытость инвесторов, да, готовых зафиксировать прибыль, и для этого нужен просто значимый, четко понятный негатив. Причем он должен быть глобального характера, либо снижение где-то спроса, да, либо какое-то торможение на более очевидном производственном секторе Китая, да, хотя вот на прошлой неделе, там, четверг были более-менее позитивные. То есть вот нужен какой-то макросигнал, какой-то триггер, да, который спустит дальше сильное движение. Вот сейчас это совершенно очевидно, кто любит опционы, может как раз использовать ситуацию. Кто любит технический анализ, это сейчас волны лета вспомнил, да, кто любит опционы, кто любит, не любит, но тем не менее очевидно. Вот я сейчас смотрю на график CP, и он уже вот сегодня перехай сделал, там осталось до исторического немного, всего там 10 пунктиков. А, кстати, разговор о том, что его пора бы ему уже, да, откорректироваться начался чуть выше 1500. А сейчас, слава богу, уже 1565. И все, кто там шортил, да, вот как Миша вспомнил, все, видимо, чувствуют себя прекрасно уже. Да я думаю, на 1600 он идет и прекрасно будет расти, будут шортить, а он будет расти. Но это нормально, так всегда происходит. Чем, соответственно, больше шортов, тем дольше он будет расти. Просто, понимаете, ситуация в том, что, учитывая, что мы там про российский рынок говорим, то что российский рынок это уже все, это можно его в отдельную, так скажем, фазу поставить. Коробочку. Да, потому что мы уже, наверное, в этом году не раз, да, наблюдали, когда там, не знаю, там, может быть, ралли в американских, европейских индексах, а у нас просто обвал. Поэтому, как его прогнозировать, этот рынок, я не знаю, честно скажу, да, что его прогнозировать просто невозможно уже стало. Да, даже технический анализ, он, собственно говоря, на таком рынке не работает, потому что есть... Миша, извини, я хочу сказать, сейчас вот 1400 РТС хочет пробить вниз уже, 1400 вниз, извини. Абсолютно разнонаправленное движение, да. При этом, что на уровне индексов, да, что на уровне отдельных отчетностей. Возьмем отчетности ММК, пусть это РСБУ, неважно. В том году был убыток, в этом году прибыль, хорошая прибыль, да. Даже попытки двигаться вверх не было, понимаете. И сравните, где находятся бумаги по капитализации, да. При этом говорится о том, что это совпало с выходом неплохой статистики по Соединенным Штатам, да. Очень хороший контракт Мечила, да, с Китаем. Порядка 12% увеличения объема поставок и прогнозы по восстановлению рынка, значит, местного рынка, да. Причем это на фоне восстановления цен на местном рынке. Практически никакой реакции. Ну, была, да, небольшая, но учитывая, что было с Мечилом до этого, это очень немного. То есть, честно говоря, вот все-таки ощущение жесткого медвежьего тренда, да, при не очень понятных объективно причинах. Именно по России. По России, да, именно по России. Вот, естественно, это наводит на... Ну, то есть, согласен, Миша говорит, да, что российский рынок, он отдельно где-то... Абсолютно, абсолютно согласен. В другой действительности он, да, уже... Конечно. Просто, что касается, опять же, России, понимаете, непонятно, да, мы сейчас падаем, да, у нас совершенно ничего не понятно, что происходит, но понятно лишь одно, что если цены на нефть начнут снижаться по-настоящему, уйдут ниже 100 долларов за марку Brent, тогда сколько наш индекс будет? Вот это действительно уже становится как-то так не по себе, и здесь понимаешь, что надо просто, получается, деньги сохранять уже, а не инвестировать. К сожалению, к сожалению, конечно же, наверное, для инвесторов среднесрочных сейчас не самые лучшие времена. Долгосрочные, наверное, если без плечей, они все это могут пересидеть, да. Какие-то средние сроки, там, на несколько месяцев, наверное, им сейчас приходится тяжело, потому что, ну, учитывая, думая, что покупаешь дешевую акцию, она становится еще дешевле. Вот это, конечно же, очень тяжело. В общем-то, здесь в такой ситуации, если именно о долгом сроке говорить, одна из очевидных схем, может быть, да, купил хорошую дивидендную бумагу, ликвидную, заложил ее в РИПО, купил, на нее, положим, облигации ФСК. Какие-то такие продукты, да, вот они могут применяться. ФСК исчезнет скоро. Ну, кстати, хорошо купил РЖД. Кстати, по поводу исчезнет, вот тоже ведь, да, выходит у нас на, ну, я не знаю, не на первый, но, по крайней мере, еще одна из очевидных, проблем, это, вот, история с листингами, да, просто акции уходят с биржи. История с листингами, история, кстати говоря, со списками котированиями на МВБ, сейчас будет большая реформа. В принципе, ну, это ничего, естественно, не надо бояться, чтобы исчезнет акция, да. Нет, конечно, конечно, нет. Это, ну, с точки зрения процедурной, это, вообще говоря, возможность для дополнительного того, что, ну, скажем, на низколиквидных бумагах какие-то могут быть, там, излишние всплески, если кто-то решит, скажем, перекладываться. Естественно, это не на такого масштаба бумагах, как та же ФСК, да, но на бумагах менее ликвидных, да, мощные движения возможны, в принципе, конечно. Ну, а с фишками? С фишками, понимаете, на самом деле, по фишкам, я не думаю, что будет на этом какой-то, какой-то негатив или вообще какие-то, там, какие-то серьезные колебания. На самом деле, по фишкам, вся надежда на то, что после вот этой реформы, да, скорее всего, вот, может быть, я надеюсь, что именно ее завершение ждут все-таки деньги... Крупные, крупные, да, большие деньги. Совершенно верно, государственные деньги, да. Вот если деньги ГПФ все-таки придут, а, собственно говоря, они должны вытаскивать рынок, не потому, что больше нечем, а потому, что они должны. Должны по определению, просто. Да, я думаю, что это будет... Как везде бывает. Да. Дим, спасибо, перебью, я сейчас продолжим разговор, послушаем новости. Ну что ж, друзья, давайте продолжим. Я вдруг подумал, знаете, о чем, что вот разговоры сейчас и о рынке, и в целом о действительности, они вполне логичны. 52 февраля, в конце концов, ну, что можно еще в этот день, прекрасный зимний, о чем еще говорить? О том, что все не так как-то, ну, потому что сколько можно уже? Уже март на дворе, а мы видим вон что. Ну, и рынок наш российский, видимо, тоже из солидарности, да, делает кульбит. Вообще непонятно, что происходит. Кстати, опять-таки, я уж в моменте, в моменте, да, напомню, продолжается падение. Евро-доллар ниже 1,29. Сипи, значит, пытается все-таки пробиться, сейчас немножко корректируется. Наш РТС уже практически стоит, да, на грани 1400. В общем, веселуха, веселуха. Ну, ладно, значит, последние 12 минут у нас есть. Давайте все-таки, хотя я понимаю, друзья, простите меня уж ради бога, эта вещь совсем, наверное, будет не очень адекватно, логичная в нынешних условиях. Но все-таки, Миша, как дальше жить-то? Вот у нас стоит тут основные события и прогнозы. Вот слово прогнозы. В марте месяце, да, когда снег... Прогнозы самые благодарные дела давать, Миша. Да, ну, естественно, скорее всего, будет отскок вверх, да, потому что, ну, не может рынок постоянно падать, 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 падать каждый день. Наверное, даже чисто по технике какой-то отскок он может произойти. Отскока, наверное, слишком большого не будет. Как показывает практика, отскок происходит, ну, наверное, ближе к дивидендам. Идут переоценки каких-то акций, поэтому именно по дивидендную доходность наш рынок могут переоценить чуть повыше. Именно на размеры этого дивиденда ралли, наверное, сейчас, учитывая текущую событию, текущую реальность, которую мы видим, не улучшающуюся, а наоборот ухудшающуюся, наверное, какого-то ралли ждать пока не стоит. Вполне возможно, не забывайте, что действительно те рынки находятся на хаях, это не значит, что они выше не могут быть, но коррекция, она действительно там рано или поздно произойдет. И когда там произойдет коррекция, мы будем опережать всех в два раза вниз. Поэтому вполне возможно, именно после выплаты дивидендов, где-то, может быть, конец апреля, май, середина мая, мы пойдем вместе с Европой и Америкой корректироваться вниз. И здесь, наверное, уже можем опять дойти до 1250 по МВБ. Но это даже сейчас, наверное, уже оптимистичный сценарий, судя по тому, что я вижу вообще... Ну, как минимум, он реальный уже, да? Да, он уже вполне реальный и, наверное, даже уже оптимистичный, потому что если все пойдет так дальше, и именно будет такой новостной фон, то, наверное, мы можем уйти уже намного ниже, и там на 1100. Поэтому здесь сейчас надо смотреть за новостным фоном по России. Если он будет опять таким же ухудшающимся, то, наверное, ничего хорошего в ближайшее время нас не ждет. Дима, если не сложно, вот мы ушли на новости, я тебя немножко не дал договорить по поводу пенсионных денег. Тем не менее, вот это хотелось поподробнее. Ведь очевидно, да, иностранцы уходят отсюда, и больше поддерживать наш отечественный рынок, по сути, некому, некому. Частный инвестор, мы знаем прекрасно, он парень, конечно, бравый, но он не настолько... Нервный. Он нервный. Он бравый и нервный, да, но он не настолько... Недостаточно имеет ресурсов, к сожалению, да? Кто нас поддерживает? Только государственные деньги. Вот если можно еще раз об этом ожидании, да? Об этом ожидании. Да, но ожидания, на самом деле, уже довольно длительные, потому что с января этого года разрешено подобное инвестирование, и, в принципе, если все деньги, которые могли бы прийти на фондовый рынок взять, то там это деньги, которые могут весь фрифлоу выкупить и еще останется. Понимаете? При этом это не оценка. Ну, да, по текущим оценкам. Естественно, что все эти деньги не могут пойти на рынок акций. Это совершенно очевидно, и это дискуссия, которая очень жестоко идет и на уровне законодательной власти, на уровне исполнительной власти, на уровне регуляторов и профучастников, потому что, конечно, это деньги, которые, в общем-то, так и иначе, должны быть гарантированы к возврату. Которым нельзя рисковать. Которым нельзя рисковать, да. Здесь вопрос в том, какую доходность на них можно получить. То есть, вернее, какой частью доходности можно рискнуть. И поэтому, конечно, ну, я считаю, что даже если одна десятая от этого объема придет на российский рынок акций, хотя бы, естественно, даже в голубые фишки, то она, в общем-то, может поднять рынок процентов на 15-20. Плюс еще надо учесть информацию о том, что заходят государственные деньги. Эти ребята, они сразу об этом узнают. То вы думаете, так вот даже еще они и зайти не успеют, а рынок уже успеет подрасти. Поэтому, с одной стороны, вот все это снижение, я вижу как хорошую возможность купить летом. Вот, так сказать, уверенность моя. У меня вот была цель 1320 по МВБ, да. Поэтому держите облигации до погашения в июне и освобождайте к июню деньги. Может быть, если реализуется сценарий, который Михаил описал, ну, собственно говоря, будет возможность купить дешевле. Дешевле, да, в конце концов. Хотя, все-таки, конечно, на рынках бывает определенная такая точка, ну, не то, что точка невозврата, но точка слишком глубокого ухода вниз, после которого просто так вверх вырасти нельзя, вот так вот, V-образно. Там нужно вырасти, потом все это упирается в определенный потолок, где инвесторы удовлетворяются полученным доходам, да, и дальше ждут, чтобы еще какие-то деньги начали приходить. Поэтому этот риск тоже есть. Но, грубо говоря, вот от уровня 1320, если не будет никакого внешнего негатива, то, в общем-то, летом остается только одна угроза, это выборы в Германии. И, соответственно, это возможная смена вектора и вообще, так сказать, развал в Евросоюзе на политическом уровне. То есть, это развал с точки зрения способности договариваться. Скажи, пожалуйста, а правильно еще вот мнение некое, что резкая позиция в последних событиях по Кипру, госпожи Меркель, она еще обуслована тем, что ей нужно отличиться перед своими избирателями сейчас? Конечно, конечно. Показать, как она радеет за их деньги, да? Да, я не могу согласиться, я, вернее, может быть, не хочу, может быть, не верю в то, что это инициатива Германии, вот то, что мы видим, да, этот ультиматум, я так не считаю. Мне кажется, что здесь есть более крупные игроки за морем. Но то, что, конечно, для Ангела Меркель жесткая позиция по Кипру и по любой другой стране, которая сейчас будет обращаться за помощью вот в таком виде, конечно же да, конечно же да. Другое дело, что нужно давать, потому что сформирован фонд, да, и точно так же ухода кого-то из еврозоны ей тоже не простят, да. Ей не простят ухода из еврозоны тех, кому уже даны деньги, потому что это означает, что все эти деньги были потеряны. Но то, что она должна всем помогать, но на все более жестких условиях, это очевидно, потому что именно это она должна будет принести потом избирателю и на уровне земельном, и на уровне федеральном. Угу, я понял. Миш, ну вот ожидание к лету, может быть, да, что ситуация может каким-то образом измениться, ты его разделяешь, ну, с помощью ли государственных денег или с помощью каких-то других событий, там, разделяешь ты? Ну, я разделяю, что к дивидендам мы можем отскочить чуть выше, но это не будет ралли, как привыкли ждать российские инвесторы, просто это будет технический отскок, потом будем корректироваться вместе с западными площадками. Действительно, вполне возможно, наверное, в августе, только я думаю, что в августе можно... К концу лета, да? Да, к концу лета можно будет попытаться инвестировать уже в какой-то среднесрочной перспективе, может быть, даже до конца года этого года. Поэтому вполне возможно, действительно, на фоне именно ближе к концу именно второго квартала, начала третьего квартала, там, действительно, можно, наверное, уже будет подбирать, потому что, скорее всего, все будет дешевле, чем сейчас. Я понял. Ну и еще один вопрос, осталось немножко времени, я предполагаю, да, ответ очевиден, ну, как минимум, в одной его части, что в последнее время мы не очень жестко зависим от цен на сырье, на нефть, чем в том числе, ну, я имею в виду российский рынок. Вот перспективы развития на нефтяном рынке, Дим, какие, на твой взгляд? Фесна, в принципе, это время коррекции, если не происходит каких-то взрывов или терактов, или войны, какой-то локальный в соответствующем регионе, то это время коррекции. И на самом деле я считаю, что мы должны быть готовыми к тому, что будем уходить под 100 за баррель, в том числе на укрепление доллара. Это по бренду? По бренду, по бренду, конечно, да. И это надо, ну, или юрус, там, в общем. Ну, юрус, значит, ниже будет, да, получается. Ну, там буквально небольшой, а иногда там даже премия бывает. Но суть не в этом, суть в том, что не то, что ниже 100, я думаю, что к 93 надо быть готовыми. В принципе, это означает, что будет и по рынку сильное снижение, и по нефтянке будут сильные распродажи, опережающие, возможно, да, хотя нефтянка и так уже довольно дешево, очень дешево, да, относительно нефти, поэтому я не думаю, что здесь будут прям ускоренные распродажи. В том году этого не было, кстати говоря. То есть мы снижались более-менее равномерно, если говорить именно о нефтегазовых компаниях. И даже о рынке, об индексе РТС. Но то, что нефть, скорее всего, пойдет вниз, и вот до этих уровней, то есть порядка 10% вниз, это да. И плюс, соответственно, в мае, в конце мая драйвер для восстановления, либо невосстановления, будет, ну, как обычно, автомобильный сезон, сброс, да, и динамика, соответственно, продаж на автомобильном рынке в Соединенных Штатах и в Европе, потому что вот это затяжное снижение рынка новых автомобилей в Европе, все-таки он более показательным, в отличие от американского, потому что там слишком много кредитных и лидинговых схем. Вот это будет хороший индикатор. То есть я бы советовал обращать внимание на динамику продаж автомобилей в Европе. Я понял. Миш, два слова буквально по нефти, что ты видишь в ближайшее время? Ну, первая цель – это 100 долларов за марку Brent. Думаю, что, по крайней мере, до лета ниже этой отметки мы не должны уходить. Потом действительно можем сходить ниже, но пока у меня по нефти, наверное, больше все-таки нейтральная какая-то позиция в связи с какой-то общей мировой, наверное, динамикой в экономике и конфликтов на Востоке. Поэтому пока я ниже 100 долларов до лета нефть не вижу. То есть, другими словами, там один мировой регион, да, как бы показывает повод, чтобы не снижалось. С другой стороны, другой мировой регион, да, какими-то событиями говорит, что нет, вот на приемлемых уровнях. Ну, собственно, это тот же регион, в другом регионе устраивает соответствующие события. Я понял. Хорошо. Спасибо вам огромное, уважаемые гости. Я напомню еще раз, да, сегодня в гостях у меня был Михаил Молодов, директор департамента торговых операций и инвестиционной компании МАКС. Белл Капитал. И Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований инвестиционной группы Универ Капитал. Ну, мы достаточно, на мой взгляд, подробно разложили все по полочкам. Мы события на мировых финансовых рынках и на отечественном фондовом рынке поговорили о событиях и даже дали прогнозы. Хотя, еще раз повторю, сложив ситуацию, это, наверное, не совсем легкая задача. Ну, в принципе, прогноз, да, дело неблагодарное. А уж тем более сейчас, когда, еще раз повторю, а и Мишина, и Димина мнение, что российский рынок акций, это живет где-то сейчас отдельной жизнью, в отдельной коробочке он. Ну, дай бог, чтобы он из этой коробочки все-таки вышел и присоединился к всем финансовым рынкам и была какая-то более-менее понятная логика. Спасибо за внимание, успехов на рынке, до свидания.